Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский дневник очень многозетной мамы и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, напоминаю вам о том, что у меня появился новый обзорный канал, который называется «Галинка-малинка. Два обзоры». Ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях, но вы, конечно же, не забывайте переходить и подписываться. Ну что ж, Лелька, которая с недовольным лицом гавкала на всех подряд, кто только смел на стриме заикнуться. А что там, собственно, с обещанным миллионом рублей, теперь решила во что бы то ни стало миллион рублей добыть, достать, изъять и желательно, конечно же, потратить на себя любимую. Да, друзья мои? Это, вы знаете, она только на стримах прикидывается валенком, прикидывается чайником, рассказывая небылицы и сказки своему электорату. Мол, вряд ли, вряд ли я вообще получу этот миллион рублей, рано об этом говорить, никто ничего толком не знает. Ну, знаете, это из серии того, что Лелька говорит одно, а подразумевает, мол, вы давайте мне как донатили, так и донатьте. На вас этот миллион никоим образом, так скажем, не повлияет. Ну, подумаешь, миллионом больше, миллионом меньше, да. Так вот, друзья мои, что, не успела Лелька слезть буквально с последнего стрима, как тут же она понеслась, волосы назад понеслась, и она куда? Конечно же, в Тамбов. И успела оползать, оббегать буквально все необходимые учреждения и организации. С вопросом, а где это многодетным мамкам десяти детей, собственно, должны, обязаны вручить, да, миллион рублей, ну и, конечно же, звание, друзья мои, орден и все на свете, да. Все, что положено, пожалуйста, как говорите, выдайте. Ну, а Лелька благополучно за это дело распишется. Ну, а вообще, в принципе, кто бы сомневался, что Лелька будет сидеть дома, знаете, в ожидании чуда, в ожидании, когда миллион рублей ей постучится буквально, как говорится, в дверь. В итоге, до чего Лелька добегала? Знаете, она бегала, 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 рассказывала, так и в пенсионном ничего не знают, и в администрации ничего не знают, и в соцзащите ничего не знают, и там ничего не знают. Пока, мол, никто ничего не знает, думаю, чем же дело закончится. В итоге, друзья мои, до чего Лелька добегала, что решила, знаете, в сентябре месяце подавать на социальную помощь. Ну, я так понимаю, это из Сирии, да, по принципу, как говорится, спаршивые овцы, хоть шерстякок, не дадут сейчас миллион, так я хоть социальную помощь стрясу с Тамбовской области. Причем Лелечка тут же привела пример и вообще рассказала, что же из себя представляет вот эта вот социальная помощь, в каком она, так скажем, размере, что это такое, и за какие такие заслуги, и кому ее выдают. Так вот, данную помощь оказывает Тамбовская область, ну, социальная помощь в размере 20 тысяч рублей. Лелька тут же привела пример, говорит, да, мы однажды уже претендовали и получали вот эту материальную помощь в размере 20 тысяч рублей от Тамбовской области, когда, говорит, мы приехали сюда, только переехали и были малоимущими. Ребят, представляете, да, то есть Лелька объясняет, что они получали вот эту вот социальную помощь от Тамбовской области тогда, когда они приехали, когда у них действительно абсолютно практически не было денег. То есть, смотрите, да, казалось бы, вот каким образом ты сейчас можешь ее получать, учитывая тот момент, что сейчас ты живешь значительно лучше, и сейчас твоя семья вообще абсолютно не относится к категории нуждающихся семей. Да, то есть, Лелька сравнила доходы свои тогда, когда у них была всего-навсего одна корова и ту, которую выдал сельсовет, и сейчас. По мне, вы знаете, эти доходы на самом деле как небо и земля. Тем более, Леля всегда говорила о том, что многие пособия, многие льготы им не положены, поскольку, опять же, они не относятся к категории нуждающихся людей. И, кстати, друзья мои, ну, подать-то она вот на это социальное пособие подала, да, насколько я поняла, но вот дадут ли ей вот это вот социальное пособие, это, конечно, еще, как говорится, большой вопрос. Потому что там ее заявку будут рассматривать, будут учитывать, по словам Лелечки, и ее имущество, все, что у нее, так скажем, имеется, все доходы, все земли, хозяйство, все на свете. Причем, друзья мои, вы знаете, когда она отвечала на свой собственный вопрос, который она поставила сама на себе, а на что она будет просить вот эту вот социальную помощь, да, она вот так вот, знаете, лежит, ухмыльнулась. Видимо, я так понимаю, Лелька даже от собственной наглости немножко вот оторопела и не знала, что ей сказать. Она так и не нашла. Вот ей нечего было сказать, она ничего не смогла объяснить. Говорит, ну, не знаю, пожала плечами, просто ухмыльнулась. Ну, уж действительно, вот здесь действительно я подумала, понимаете, возможно, где-то кто-то и недополучит вот эту вот социальную помощь в размере 20 тысяч рублей. Где-то тот человек, которому, возможно, эта помощь, конечно, очень бы пригодилась и очень бы помогла, да. А вот такие наглые прорвы, как Лелька, по-другому я ее не назову, потому что это действительно прорва. Вот в эту прорву сколько ни кидай, там постоянно будет мало. И зря хомяки рассчитывают на вот этот вот миллион рублей. Вы знаете, в последнее время я все больше к тому склоняюсь, что даже если Лелька получит этот миллион рублей, возможно, скорее всего, она его получит, то, знаете, она, может быть, даже никому об этом не скажет. Она скажет, а я ничего не получила. И вот где гарантия, что она ничего не получила, да. То есть где гарантия? Лелька, Лелька соврет, недорого возьмет. Она ведь врала по поводу ее доходов на Ютубе. Она их никогда не рассказывала. Она их всегда занижала. Потом какое-то время она вообще рассказывала, что она ничего не зарабатывает. Сейчас она чешет о том, что ее ролик на Ютубе зарабатывает всего-навсего полтора-два доллара, а то и даже доллар, друзья мои. Так вот как ей после этого всего можно верить, понимаете? И вот наглая, вот действительно просто наглая прорва, которой сколько ни дай, она постоянно сожрет, все это дело перемолит и все. И опять ей надо больше, больше и больше. Ну зачем ей, по идее, вот 20 тысяч вот эти вот за год, друзья мои? Ну что она сможет на них сделать? Ну какую помощь она может оказать своей семье? Причем я вот почему-то даже уверена, что этих денег никакая семья не увидит. Дети этих денег точно не увидят, на детей эти деньги тратить никто не будет. Я не сомневаюсь, что Лелька тут же побежит тратить их на себя, куда-нибудь в салон красоты, приводить себя в порядок для своего вот этого вот шурика. Ну может быть еще потащит его с собой, где-нибудь пожрать это дело, так скажем, отметить в какой-нибудь кафешке. Ну а может быть потащит его в сауну, отметить опять же вот это вот дело. Вот эти Лельки действительно, вот с паршивой овцы хоть шерсти клок, так и ей. Вот ей обязательно все надо. Вот не дай бог что-то, где-то какая-то возможность, какая-то халява пролететь мимо нее не может. Нет, Лельке надо обязательно все вот это вот взять. И ведь вот умеет женщина, да, умеет постоянно прибедняться, хотя она всегда рассказывала постоянно, что вот мне многие вещи не положены, многие пособия, потому что я не отношусь к категории нуждающихся. Она об этом говорила постоянно. А теперь, видите ли, вынь да положь вот эти вот 20 тысяч рублей. Ребят, на самом деле это смешно. Причем даже сам Женька Б, да, вот который выходил тут буквально день или два дня тому назад на стрим, он же говорил о том, что да, у Лели есть деньги. Так все прекрасно понимают, что у Лели есть деньги. Потому что деньги, которые она собирает с народа, она как раз-таки на эти деньги благополучно и живет. А те денежки, которые она зарабатывает с Ютуба, зарабатывает на Ютубе еще где бы то ни было, работая, да, детский сад на дому, всевозможные пособия детские и так далее, эти деньги она благополучно откладывает в свою кубышку, да, представляете. А также денежки с хозяйства, это она предпочитает не тратить. Не зря ее сын Лешка Картошка на одном из своих тоже многочисленных стримов как-то свою мамку сдал и сказал, не-не-не, мама против того, чтобы мы тратили семейные деньги. Правильно, пусть тратят деньги семейные дураки, которые высылают Лельке как раз-таки вот эту вот помощь. Ну, а Лелька будет сидеть и набивать карманы. Ребят, когда вы мне пишете о том, что вот где-то там говорят, что, возможно, у нее есть квартира, вы знаете, когда начала на нее снимать свои обзоры, еще полтора года тому назад я сразу сказала, что, учитывая, сколько она зарабатывает, я уверена, что у нее есть несколько квартир, я в этом даже не сомневаюсь, но куда она могла тратить такое огромное количество денег? Конечно, любой нормальный человек обзавелся бы в первую очередь недвижимостью, да, даже если тебе столько не нужно, просто хотя бы, по крайней мере, первое время можно эту недвижимость сдавать, в любом случае, можно ее не сдавать, да, можно не сдавать, можно просто вложить деньги, это вот лучше всего, да, бы, так скажем, не париться там, да, со всеми вот этими арендаторами, кто будет там у вас арендовать, неизвестно, как они будут платить, там, может быть, загадят, засрут квартиру, потом придется еще больше денег тратить в это во все, вот, ну, я просто хочу сказать, что, скорее всего, знаете, можно было бы просто вложить деньги. Я уверена в том, что жилье у нее есть 100%, я об этом тоже всегда говорила, еще бы, ребят, ну, куда ей девать эти деньги? Причем, представляете, когда она зарабатывала более миллиона рублей на Ютубе, это была ее только зарплата с Ютуба, не считая донатов, куда она могла тратить такие деньги? Да какой ясен пень, что на какое-нибудь, какое-нибудь жилье она как раз-таки и вкладывала эти деньги. Далее. Далее Лелька рассказывает нам в телеге и радуется, вот, мол, Федя сдал теорию вождения в автошколе. Слушайте, я вот думаю, не слишком ли он там заучился, ребят? Сколько времени он там находится, насколько я помню, уже с мая месяца вроде как он пошел, может, конечно, с июня я уже не помню, но как-то, мне кажется, уже слишком долго. Федя как раз-таки вот в этой автошколе. И мне, знаете, интересен такой момент. Федя собирается опять от Лельки уехать. Лелька сказала, вот, он получит права и уедет от меня во взрослую жизнь. Мне интересно, Федя уедет сам по себе на своих двоих или все-таки ему выдадут в качестве подарка Шаран? Или, друзья мои, Шаран останется для Шурика, как знать? Кстати, что-то про Шурика молчат. Я так понимаю, Шурик еще пока ни черта не сдает, но в автошколе он 100% занимается. Друзья мои, пока я отсутствовала на Ютубе, скажите мне, пожалуйста, кормящая медалистка сдала на права? Она же, насколько я помню, вместе как раз-таки с Федей пошла на учебу. Кто знает, напишите мне об этом, пожалуйста. В общем, друзья мои, Лелька опять прикидывается бедненькой, бедненькой, несчастненькой. Типа, денежек нет, дайте-подайте. Ну, вот такой человек, который готов грести абсолютно отовсюду. Ей постоянно везде все мало. С Ютуба подайте, донаты дайте, государство дайте, там подайте. Лелька в этом плане нисколько, вы знаете, не скромнится от слова совсем. Ну и, кстати, Лелька обещала, что сегодня вроде как она выйдет в эфир, но я смотрю последний ее кружочек в Телеграм-канале. Лелька лежит, урывшись туда, зарывшись в эти подушки и говорит, ой, так плохо, так болит голова. Ну, я не знаю, к чему это было сказано, и на этом, в принципе, все закончилось. То ли понимаете, как хотите, то ли я сегодня так набегалась, что, скорее всего, кино, как говорится, вам вечером не будет. Друзья мои, вот так у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok